Здравствуйте, меня зовут Зинаида Крылова. Это литературная рубрика «Какую книгу почитать и какую подарить?» Расскажу с удовольствием. Знаете, я никогда не думала, что рассказывая о книге я буду заострять внимание на смайлике. Да-да, на улыбчивой рожице. Но без него название будет неверным, поэтому произнесу так, как велел автор. Не все остались живы. Смайл. Ведь если без него, то трагическая фраза получается, а так вроде как все написанное не совсем серьезно. Не все остались живы. Смайл – это новый сборник рассказов Андрея Бильжо. Писателя, художника, музыканта, психиатра, остроумного и точно здравомыслящего человека. Формат этого сборника – сказки на новый лад. Истории разные. Здесь, правда, есть и сказки старые добрые, колобок и золотая рыбка, и сказки новые, и не сказки вовсе, и чистые антиутопии. Мне захотелось известные сказки переписать. Я пытаюсь переплюнуть реальность, соревнуюсь с ней, пытаюсь придумать какую-то историю, потом либо что-то в реальной жизни появляется по моей истории, либо кто-то придумывает еще круче, и уже это становится реальностью. А вы как думаете, все происходящее с нами сейчас имеет место быть в реальности? Или фраза «Да что такое? Этого в принципе не может быть, вы все выдумали!» – она часто звучит из ваших уст. Вот о том и книга. Не ужасы, нет, но, как и в любой сказке, местами бывает страшно. Особо отмечу рассказ «Четыре рабочих дня» кандидата философских наук Игоря Сыроежкина. Обратите внимание, прелесть просто. Иллюстрации в этой книге неотъемлемая часть текста. Потому что каждый рисунок читается как анекдот, а каждый текст ты легко можешь нарисовать. Вы знаете, меня все время во время чтения посещало такое детское озорное совершенно желание эту книгу разукрасить. Да-да, вот прямо по тексту, цветными карандашками. Ну, желание детское, а книга эта – взрослая. Она запаяна в целлофан, и на ней стоит маркировка 18+. Хотя, мне кажется, это от ханжей и глупости. Не все остались живы. Смайл – книга для неравнодушных людей с абстрактным мышлением, понимающих, что такое черный юмор. Такое, знаете, интеллигентное хулиганство все эти истории. Вы точно посмеетесь. Одно оформление, ну гляньте, под золото, это же уже весело. Итак, Андрей Бильжо. Не все остались живы. Смайл. Рекомендую. И напоследок цитата. Ум – это когда у человека есть способность анализировать происходящее, учитывая все тонкости ситуации. А значит, умение мыслить, познавать, обобщать. Это когда из своего багажа знаний человек способен быстро извлечь именно те, которые необходимы в эту минуту. Неплохо в этот суп добавить по вкусу интуицию, покрошить эмоции, адекватные ситуации и поперчить его нестандартностью, но правильностью принятия решений. Я бы добавил от себя еще и позитивность намерений, но это, как говорится, по вкусу. Хорошая книга. Читайте, друзья, и помните, слова создают мирры. До встречи!